Я девочка-самурай. Не пиши мне, не вспоминай. Я научилась молиться Богу, которого нет. Я девочка-острый меч. Ты крысолов и его кларнет. А я самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчины и женщин на всякий случай. Тоже не подпускать. Я девочка-выученная стоять. На стеклах, на углях, на раскаленном асфальте. Хотите, принимайте. Хотите, не принимайте. Я девочка-самураи в железных доспехах, на тонких плечиках. Снимая их каждый вечер, я умещаюсь на коврике в ванной, что диаметром меньше метра. Меня уносит от сильного ветра. И я, как воин, учиться своему военному ремеслу, выучилась не верить ни левому, ни правому. По-хорошему, никому. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Я девочка-старк, железнейший человек. Девочка-грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прямо в руках. Как я стою на гвоздях, а они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка-самурай раздевается, смывает себя под душу. Она утром отказывается вести войну. Сдает весь металл в ломбард. На вырученный идет в кино и играет в бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на свете и становится просто счастливой. Черт возьми, просто. Как музыка в девяностых, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что в выстиранной рубашке, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливый. Девочка, ты больше не самурай.